Самое эффективное упражнение для тех, у кого увеличен прогиб поясницы и всегда нижняя часть живота выпирает. Для начала сделаем тазовые часы. Ложитесь на пол, поясница не плотно прилегает к полу и начните двигать тазом в одну и в другую сторону. Назад-вперед. Из дыхания вдох-выдох и потом движение по кругу. Движение очень хорошо расслабляет поясницу и вы можете его делать тогда, когда просто устали. Хорошо и мы приступаем к первому упражнению. Согнутые колени вместе фиксируем, стопы и колени. На вдохе мягко поворачиваем два колена в сторону пола. Взгляд оставляем ровно, смотрим вперед. И на выдохе начинаем давить ту руку в сторону, которая повернуты колени. Колени возвращаются на место. И на выдохе возвращаем колени на место. Обратите внимание, что когда вы возвращаете колени на место, сначала идет движение от лопаток. Сначала возвращаются лопатки, потом весь позвоночник, поясница. И потом уже возвращаются ваши ноги. Благодаря тому, что ноги вместе, а их надо удерживать, работает тазовое дно. Оно становится активным. И следующее упражнение. Руки у нас будут за головой, ноги в позе бриллианта. И мы поднимаем голову подбородком вверх и в это время мы соединяем ноги. Обращаем внимание, что наш живот плоский. И вдох, и на выдохе мы делаем движения головой и ногами. Если вам было полезно, ставьте лайк и помните, что это бесплатный эквивалент слову спасибо.